Всем привет! Привет! В эфире программа «Наперегонки с ветром» и мы ее ведущие Настя и Никита. Никит, а чем ты занимался на этой неделе? Да много чем. А что? Просто хотел узнать, что можно делать в такую погоду, ну, разве что за компом сидеть. Ну, зачем же так мрачно? Я, например, узнал о новом подростковом движении «Воркаут». Познакомился с отличными парнями и даже потренировался с ними. В начале ноября мы были в командировке в Коврове. Давай посмотрим, чему ты там научился. Гетто-воркаут. Новое молодежное движение. В Коврове, в спортивной площадке, у школы номер 21. Каждое воскресенье собираются мальчишки со всего города, чтобы пообщаться. Ну, чё, начнем разминку. Давайте начнем с головы. Раз, два, три, четыре. В то глубокие руки шире, не спешите. Три, четыре. Подрость духа грация и пластика. Общее укрепляющее, утром ободряющее. Укрепляющее, если же в покающе гимнастике. Два, три, закончим. Солнышко различные, стойки на руках. Такую спортивную программу эти мальчишки выполняют с легкостью. Они называют себя турникменами или уличными гимнастами. Акробатиком турнике получила новое рождение в России в 2008 году. Они не платят деньги за занятия, не арендуют спортивные залы. Все тренировки проводятся по инициативе самих спортсменов. В дворах собственных домов или на спортивных площадках у школ. Воронежский спортсмен Михаил Баратов создатель воркаута в России. Элементы, доступные лишь атлетам, он выполнил на дворовом турнике. А ролик с трюками выложил в интернет. После этих кадров ряды российских турникменов начали быстро расти. Ковровские парни посмотрели множество таких роликов в интернете и решили создать свое движение турникменов. Зачинщиком стал Сергей Колосов. У него была проблема с лишним весом, и он решил похудеть. Начал ходить на турники у себя во дворе. Затем стал привлекать своих друзей. Ходил на турник просто в свой школьный двор. Занимался, потягивался. С первых три дня один занимался. Потом привлек своих друзей. Увидел то, что они там уже что-то умеют. Поинтересовался это в интернете и увидел много всего интересного. И решил так учиться, заниматься. Пытался, показывал друзьям. И друзья также учили. Вот так это и образовалось. Воркаут направлен на развитие физических способностей людей. Все тренировки проходят на улице, на свежем воздухе. За окном уже не лето, но парней это не останавливает. Они готовы тренироваться в любую погоду. Воркаут, как утверждают сами ребята, это возможность круто провести время без пива и сигарет. Павел Григорьев активист движения «Общее дело». Именно ему пришла в голову идея собрать всех мальчишек с города в одном месте. С тех пор каждое воскресенье на спортивной площадке собираются более сотни ребят. Ключевая учебная ситуация – это двор. То есть школа контролируемая, контролируемая семья. Двор как-то у нас позабылся. Воркаут – это турники, это канат. Это, я не знаю, если мы возьмем идеологию каната, это же соборная, это тезис нашего народа. То есть мы всегда все вещи делаем соборно. Так же и здесь. Мы стальные, мы очень даже стильные, Мы умные, мы ловкие, мобильные, Здоровый образ жизни принимай поскорей, Подтягивайся к нам, будь живых, всех живей. Мы папа этого города или папа наших городов. Можем сделать другую моду, что человек будет тратить свои личные деньги не на пиво и сигареты, а на перчатки, на канаты, на футбольные мячи, на свое здоровье, на свою жизнь в будущем. Илья Железнов учится в 11 классе. После школы собирается поступать на архитектурно-строительный факультет. Профессиональным спортом не занимается, но ходит в тренажерный зал. Сейчас, глядя на своих друзей, стал приходить на площадку у школы. Тут, во-первых, все мои знакомые друзья, пообщаться, позаниматься, посмотреть что-то, что я не умею, попробовать что-то новое. Вот. Ну как, может, подружиться с кем-нибудь, ну, новые лица, новые знакомые. Вообще-то дворовый спорт – это не фишка ковровских ребят. В Колумбии, например, молодые люди увлекаются джимбаром, занятиями на дворовом турнике. А в Америке – гетто-воркаут, движение родом из трущоб, которое также набирает обороты среди подростков. Мы в России также не остались в стороне. Джимбар-воркаут в сочетании с элементами гимнастики и акробатики пока никакого названия не получил. Но явно пришелся по душе нашим парням. После двухчасовой тренировки ребята могут немного расслабиться и согреться. Десятилитровый термос с крепким и горячим чаем всегда под рукой. Начало декабря. Владимир, мы решили узнать, а есть ли у нас движение воркаут. Списавшись в социальных сетях с организацией «Трезвый Владимир», мы пришли на спортивную площадку за седьмым лицеем. Парни, всем привет! Можно с вами позаниматься? Конечно! Раз, два, три! Давай! Это вообще классно! Владимирские парни из организации «Трезвый город» пошли дальше. Помимо турников, у них есть еще и упражнения «Сцепка», «Вишенка», «Шапки». Еще они занимаются моржеванием, но подробнее об этом в наших следующих программах. А тех, кого заинтересовали эти русские забавы, ждут каждое воскресенье в 11 часов на спортивной площадке за седьмым лицеем. Да, у тебя неплохо получается, особенно в полете прикольно. Ощущения самые клевые. Реально почувствовал, что такое адреналин. В дальнейшем планирую заниматься с ребятами, ведь несмотря на зиму, они придумали много всяких забав. Но об этом в следующих программах. Ну а ты точно за компом время убивала. Плохо же ты обо мне думаешь. Ну, спортом я, конечно, не занималась, но нашла занятие не менее интересное. Я была во дворце детского юношеского творчества и... Стоп! Ведь там скучно и нет ничего интересного. Никит, ты ошибаешься. Вот, например, в субботу проходил фестиваль моды. И четыре коллектива из Владимира, Коврова, Иванова и Краснодарского края приехали, чтобы показать свои эксклюзивные коллекции одежды, сделанные своими руками. Давай посмотрим. И ты сам поменяешь свое мнение. Ну давай. Все подростки заморачиваются над своим внешним видом. Если в твоем гардеробе есть хоть одна из брендовых вещей, то по нашим меркам ты – эталон красоты. Уги, русские платки, цветные резиновые сапоги, желтые ботинки. Стоит что-то подобное надеть на себя, как тут и там появляются люди, похожие на тебя. От этого становится не по себе. Так зачем же копировать друг друга? Во дворец детского и юношеского творчества съехались молодежные коллективы театральной моды из разных уголков страны, чтобы доказать всем, что мода – это креативные вещи, сделанные своими руками. Это радость общения, это всегда что-то новое, потому что ничего не повторяется. Те же коллекции, всегда все по-разному, не традиционные материалы какие-то. Фестиваль состоял из двух этапов. Первый – показ коллекции, второй – конкурс моделей. Сейчас каждый, как девушка, так и парень, старается выглядеть стильно. Мода всем возрастом покорна. Ирина Гришина – самая юная участница театрального фестиваля. Несмотря на то, что она учится всего лишь в третьем классе, девочка умеет преподнести себя и свою коллекцию. Мне студия помогает почувствовать себя увереннее в себе, понять, что ты красивый человек, у тебя все получается, ты все можешь. Два главных выступления позади, но впереди-то еще и третье, в них конкурсное. И ребята быстрее бегут в ремерно, чтобы сменить костюмы, добавить на щеки побольше веснушек и поярче выделить глаза яркими тенями. Изящность, пластика, грация, стиль – это все то, что необходимо подростку 21 века. Именно сегодня на сцене Дворца детского и юношеского творчества собрались ребята из разных городов, чтобы продемонстрировать свои таланты. Ну мы опаздываем, опаздываем. Давай быстрее, 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 на сцену! Жюри отметила высокий уровень подготовки к фестивалю коллективов из Владимира и Коврова. Никто не остался без призов. Самое главное – осознавать, что эксклюзивную вещь можно не только купить, но и сделать своими руками. И второй вариант гораздо приятнее. И все-таки это не по мне. Я встал, умылся, одел, чтобы под руку попался и в школу пошел. Какая там мода? Тебя не переубедить. Никит, а ты смотрел фильм «Приключения электроника»? Конечно смотрел. А почему ты спрашиваешь? А как ты представляешь себе электроника 21 века? Ну, такой с зелеными волосами, в кожаной куртке и в больших ботинках. Да, богатая у тебя фантазия. А вот наш корреспондент Никита Королев представил его себе немного иначе. Мы пришли на тусовку в ДК «Молодежный». Баттл электроданца в самом разгаре. Участники кидают жребе и начинают на просто обалденный по своей энергетике танец. Электроники, электрики? Нет. Электроданцеры из Владимира, Иванова и других городов показывали мастерство владения своим телом, пластику и чувство ритма. В баттле или битве один на один бойцы, то есть танцоры, под электронную ритмичную музыку доказывали, кто из них лучше. Круто, не правда ли? Стоит добавить, все, что делают эти парни, сплошная импровизация. То есть нет каких-то заученных танцев. Они отталкиваются только от музыки и от самых базовых элементов. Самое оригинальное то, что на каждый квадрат идет какой-то обгрыш, и его надо как-то интересно обыграть, сделать какую-то сценку небольшую, движением что-нибудь изобразить. Это смотрится прикольно, оригинально. Показать сейчас можешь что-нибудь? Да, могу. Ну вот что-нибудь давайте из базовых движений. Это выкиды. Вот, самый обычный выкид. Левый, правый. Выкиды делаются, чтобы разнообразить свой танец. Они делаются в плоскостях. Чем больше плоскостей затрагиваешь, тем интереснее это выглядит. То есть, бам, сюда, сюда, сюда и даже назад. Вот. Также еще в электро бабочка является таким оригинальным движением интересненьким. И в принципе все ее делают. Бабочка вот. Ну, с виду-то вроде все просто. Бамс туда руку, потом бамс обратно. Но на практике оказалось, все куда сложнее. Короче говоря, я тоже решился попробовать. С одной рукой как-то можно, чтобы... С одной рукой? Да. Ну вот, я показывал выкиды. Я там сюда, сюда. Ну давай, в замедленном движении как. Раз. Давай сначала все сходы. Сходы сходы. Сходы сходы. Далеко мне до электроданцера. Пока танцую я как электрик. Ну да ладно, вернемся к профессионалам. Кстати о них. В жюри были приглашены два гостя. Первый Ваня Каганян, Ака Мультиваник, гость из Москвы. А второй из Камерона. Да-да, из самой настоящей западной части Центральной Африки. И имя ему Инносент. А фамилия или прозвище Папсон. Знаете, мне очень нравится как энергия участников. Потому что они как, а вот когда танцуют, да, это видно, что им очень нравится, что они делают. И мне очень нравится это. Все танцы. Это как большой язык, да. Из руссоразии буквы, да. Сейчас я думаю, что я что-то возьму от них, чтобы танцевать тоже хип-хоп. Да, я что-то возьму от них. Я здесь тоже учусь. Это мне очень интересно быть здесь вообще. Алексей Бобышев из Иваново занимается электро уже 4 года. Хотя до этого пробовал себя в хип-хопе и других стилях. Но, как говорится, не зацепило. Зато электроданс ему по душе. Мне стало интересно, какие фишки есть в электро. И я спросил у Леши. Потом пожалел. В ответе была куча непонятных слов. Так что пришлось разбираться. В электро можно вставлять все. То есть от крампа до там хаоса ногами, да, например. Это как это? Ну, в смысле крамп там всякие хип-хопы вот такие, да, жесткие. А хаос это ногами, то есть. Вот покажи нам, покажи нам крамп и хаос. Крамп я не умею. Не умеешь? Ну а хаос этот свой ногами? Чуть-чуть. Ну вот, покажи. Круто. Полный хаос. Столько непонятных названий, понятий, что начинаешь путаться в них. Но чтобы успешно танцевать, не обязательно знать название движений, да и стиля. А можно просто чувствовать музыку изнутри и слиться с ней в едином порыве танца. По крайней мере, я нашел одного человека, который танцует уже более полутора лет в разных ночных клубах и придерживается подобного мнения. Причем лет ему далеко за 40. Какое дальнейшее направление у вас будет? Никаких. То есть, ну как, просто от души? Это их души, естественно. А еще и жизнь. Это все от души идет. Чего я весь кайф. Меня тащат всякие балетные и прочие студии. Я говорю, ну, из которых, когда я начинаю меня учить, у меня уже ничего не получается. То есть, вам самое главное это душа, да? Нет, самое главное это кайф. Кайф. Да. Вот это вот соединение, это, знаете, резонанс своих вибраций внутренних с музыкой. Кто после этого скажет, что лекарь для молодежи? Жаль только, что Владимир Николаевич не танцевал, а пришел поучиться движением, подсмотреть разные фишки в танцах. Увидев разминку, он угадал, кто займет первое место. Интуитивно понял, кто победит. Кто победит? Зеленый, то есть, это зеленый кедр, зеленый кедр, да, парень. В общем-то, Владимир Николаевич оказался прав. Парень в зеленых кедрах победил в номинации «Электро». Узнали его? Это же Алексей Бобышев, которого я так долго мучил вопросами. А во второй номинации «Иллюжн» лидером стал Илья Миронов, тоже из Иванова. Ивановские танцоры перетанцевали Владимирских. Но ничего, ведь хоть это был и батл, но даже намека на какие-то оскорбления, обиды не было. Участники общались на языке танца. Он объединяет людей не только разных возрастов, но и разных культур. Ну, как тебе такая мода? Ну, насчет одежды можно поспорить. А танцуют ребята действительно улетно. Все на сегодня? Не беда. В следующей программе отправимся в полет. Правда, не так, как ты сегодня. А чем плохо-то? Да неплохо это. Просто наши корреспонденты летом нашли людей с уникальными для нашего города профессиями. Об этом и поговорим в следующей программе. Ну, а пока до свидания. Счастливо! Ну, пока! Субтитры подогнал «Симон»!